здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу сделать разбор одного трека небезызвестного исполнителя вячеслава носкова вот я у него на странице в социальной сети вконтакте наблюдаю следующий альбом даже подборочка два трека тут всего лишь находится оригинальная версия и ремикс ремикс ускоренный чуть чтобы сэкономить время но я считаю что более душевная звучит более проникновенно именно оригинальный ремикс оригинальный микс извините вот послушаем с днем рождения батя поздравляем все тебя и тебе желаем счастья и здоровья чтобы все было у тебя чики-пики лимпом пони лимпом пони чики-пики слышь ну кажется вот это какой-то прикол да что чики-пики лимпом пони как это может вообще с бати с отцом с прародителем твоим породителем масса и роваться но это все между делом говорится чтобы человек не впал депрессию от следующих строк услышанных например вот тот моментик такой меня очень поразил у тебя есть лицо и ноги ты наверно хочешь танцевать и закрадывается мысль что не у всех отцов есть лицо и ноги ноги почему потому что афган совсем недавно прошел чечня тоже донбасс совсем свежие свежие новости оттуда летят подобные и ноги тоже оттуда летят совсем свеженькие лицо почему обратно же есть несколько вариантов обратно же можно лицо фарш и на войне какой-нибудь превратить а также и лица нет это такая метафора если человек вот пьет у него лицо запухло опухло или же просто нет лица на нем так как ему стыдно стыдно признаваться своем алкоголизме вот несколько моих предположений почему у нас исполнитель сказал именно так они иначе и действительно в таком случае совсем другие краски приобретает этот дискотечный трек конечно есть моменты где под стать жанру исполнитель выступает некоторые моменты так сказать может включить переплетает некоторые веселые совершенно бессмысленные повторения однако в этом я нашел кое-что интересное слушаем дальше и вот тут конечно же подтверждаются мои предположения что отец служил на войне где-то служил в какой-то войне участвовал но остался цело не вредим так как есть лицо и ноги и может танцевать и радоваться жизни не обязательно убиваться и вспоминать все эти флешбеки с афгана да или хотя бы с чечни что еще страшнее по сути свой народ убивать ладно я говорю про строки батя комбат это же очевидная отсылка к войне молодец вячеслав носков хорошую отсылочку сделал завуалировал все так преподнес что тут нужно и подумать его треки не для бездумных слушателей его треки для осмысления этот день твой этот день твой батя 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 с днем рождения батя поздравляем все тебя и тебе желаем счастья и здоровья вот тут некоторые слушатели могут конечно же негативно отреагировать так как это вроде вроде пародии на группу любая и на ее солиста однако это всего лишь аллюзия отсылочка и реально человек без за доли иронии без капли вообще какого-то презрения от всей души прокричал это слышно в его нотках голоса что это искренне его посыл он исключительно с добрыми намерениями используют подобные строчки своей песни чтобы раскрыть ее ароматы чтобы раскрыть ее вообще внутренний мир и смысл вот тут обратно же некоторые Johnny Несостыковочки, несостыковочки происходят у нас, так как как можно каждый день танцевать до утра. Во-первых, спать же нужно, а во-вторых, день рождения же ты, не каждый день. Но от лица ребёнка, скорее всего, как я обратно же понял, это ещё мы впереди разберём. Нужно прослушать весь трек, чтобы сделать такие выводы. А от лица ребёнка этот исполнитель делает песню, читает текст. И в голове ребёнка, естественно, хочется, чтобы каждый день был, как день рождения. Вот поэтому каждый день с тобой мы танцуем до утра. Некоторые, конечно же, недоброжелатели Вячеслава Носкова могут предположить, что это какой-то сюр, что он несёт ерунду, это невозможно, не отдыхать. И каждый день, то есть, чтобы как день рождения был. Надо смотреть все реальности в глаза. Но я скажу так, что естественно, ребята, он же не имеет в виду серьёзно. Он просто решил немножко помечтать в своём тексте. Ну, кому это когда-то вредило? Кому это когда-то можно было запретить? Слушаем дальше. В этом ритме темы мы подбираем все мотивы И однажды оторвёмся снова от земли У тебя есть лицо и ноги Ты, наверное, хочешь танцевать Это сегодня твой день Ну, давай, танцуй для нас Батя, комбат Давай, родной Ещё один разок На повторе с тобой Этот день твой Этот день твой Батя 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 Батя, Батя, Батя Это твой день, Батяне Это твой день, комбат Это твоя жизнь, комбат Ну, танцуй, Батяне Тут вот обратно же можно закрадываться некоторые сомнения Вроде как человек прыгает от искренности к посторонней То есть от метамодерна к постмодерна Возможно, и вообще в парадигме модерна существует Однако же я считаю, что это всё исключительно искренне Посыл просто, возможно, где-то не ту интонацию выбрал И поэтому у человека могут возникнуть некоторые сомнения По поводу услышанного и произнесённого данным исполнителем Великим человеком Вячеславом Носковым Нет, нет смелей тебя Нет крутей тебя Ну ещё бы, да Ведь ты подтянет комбат И день рождения твой День рождения твой Мы будем все танцевать Сегодня вместе с тобой И день рождения твой День рождения твой Мы будем танцевать Все вместе с тобой Ну как можно не поверить человеку, который так навзрыд, кричит И поздравляет с днём рождения своего собственного отца Который пришёл Который цел и невредим Которому можно пожелать только счастья и здоровья Счастья Не видеть этой войны Здоровья Так как он пришёл и так, в общем-то, здоровый С войны Физически здоровый Но психологически, конечно же Потрёпанный этой жизнью Потрёпанный этим Этой несправедливостью Этим насилием Кругом Это грустно Грустно слушать Грустная песня Но в то же время Чтобы человек Слушатель Не погружался в эту депрессию В эти грустные мысли Вячеслав Носков постарался Сделать этот трек Более или менее танцевальным Некоторыми своими Выкриками Повторениями слов Мелодичность прибавил Этому песню Чтобы человек всё-таки Не погружался Окончательно В этот мрак Этого реального мира Я Полностью Не поддерживаю Не одобряю Поведение тех людей Которые Говорят Что этот человек Не искренен Что он Прикалывается Или как-то ещё Там в комментариях писали Я Это не моя Не мой вокабуляр Я просто цитирую Прямые цитаты Так сказать Из комментариев Привожу Но дослушаем до конца Тут есть некоторые моменты Которые действительно Стоят разбора Очень глубокого И вряд ли кто-то из вас Мог до такого додуматься И с первого По крайней мере Прослушаем Потому что я тоже Несколько раз послушал Чтобы Мои мысли Навели меня Мои рассуждения Навели меня на такое Такие выводы Так сказать Эй Батя Батя Летс го Танцуй Веселись Обнимайся Целуйся Играйся Вот так вот Ну прикольно Молодчина Супер-супер Вау-вау Вау-вау Эй 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 Папа не идёт Домой Папа будет Всю ночь Тусить Со мной Вот тут моментик такой Папа не идёт домой Значит Отец Не живёт С ребёнком Он говорит Патере Мама Не мешай нам Мы будем с папой Танцевать сегодня В его день рождения Он пришёл Ко мне На свой день рождения А не ко мне На мой день рождения То есть Это отец Который действительно Достоин Того Чтобы с ним Потанцевал сын Чтобы он попросил У матери Которая конечно же В разводе Уже давненько Со своим мужем Бывшим С отцом И её ребёнка Чтобы он остался И они потанцевали Потанцевали всю ночь Вот этот моментик Я тут и Выключил Из этого Из этого текста И это действительно В общем-то Ничего Негативного Ничего позитивного В этом нет Это жизнь Это реализм Исключительно И Вячеслав Носков Тут у нас показывает Его таким Какой он и есть В действительности Этот реализм Эту жизнь в России Слушаем дальше Тут есть ещё Несколько моментиков Которые можно Разобрать И Наконец Закончить С этим Прекрасным треком Вот тут обратно же Ребёнок Уже С детства Знает Только о двух вещах О игрушке И о водках Почему он привёл Именно эти Предметы Обихода Человека Русского Как пример Что ему Не нужно Ничего Из этого Два Веселейших Предмета Так Группы даже Я бы сказал Предметов Игрушки Любые Какие-нибудь Веселят Ребёнка А водкой Веселит Взрослого Человека И Ребёнок Уже с детства Знает о водке Он знает Что водка Обычно Делает Взрослых Какими-то Не такими Всегда Когда Вот Он видит Родителей Пьющих Он Бросит Пожалуйста Не пейте Вы Превращаетесь В каких-то Зверей Монстров В конце Концов Он их Не узнаёт Он не понимает Что такое происходит Игрушки Так На человека Не действуют Действуют Только Водка И он Говорит И он Рад Что папа Сегодня Пришёл Трезвый К нему На собственный День рождения Чтобы Отпраздновать Его Вместе С ребёнком Со своим А не Со своими Друзьями Где-нибудь В бане В сауне Вынакомились Коттеджи Или в конце Концов Вообще Выйти К магазину И с первыми Попавшими Все затусить На аллее Молодожёнов Разлить По бокальчикам Водочку И прийти спать Это же абсолютно Бесполезное Прожигание Жизнь Он решил Что он проведёт Этот день С пользой И у него Это получилось Я считаю На все Сто процентов Это конечно Хорошо Это Исключительный Респект этому Отцу Вячеслав Носков Ты вырастишь Хорошим Мужчиной Папель не нужны Игрушки Папель не нужна А водка Папа просто Хочет танцевать Со мной Со мной Со мной Со мной Со мной Еще раз Со мной